Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что ж, у нас есть кремовые начинки, как сказали ранее, плодово-ягодные с кусочками, без кусочков, термостабильные и нетермостабильные. Также у нас присутствует помадка, которую вы можете сейчас увидеть на куличах. И также у нас есть покрытия, это гелевые какие-то, разнообразные покрытия. Про них тоже чуть-чуть поподробнее расскажу, когда мы уже начнем именно по ассортименту разговаривать. И Юрий? Немножко расскажу про свою компанию, компания Крона. То есть наша компания занимается дрожжами филимпан, то есть инстантные дрожжи, соответственно универсальные, для сдобы и два в одном. Подробнее расскажу попозже. Также мы занимаемся производством смесей для хлебов здорового питания. То есть это хлеба без активных дрожжей, безглютеновые, темные, зерновые, с пророщенным зерном, то есть большой ассортимент. Также у нас есть в ассортименте вот такая вот табличечка, это смеси аналоги, то есть смеси популярных, известных, популярных производителей смеси. Здесь тоже мы вам раздадим. Значит, полные аналоги по рецептории, по составу, то есть если вам интересна какая-нибудь замена, сделать решивить что-нибудь, пожалуйста. Преимущество нашей смеси, это мы компания Российский производитель, у нас интересная фасовка 5,15 килограмм, максимально у нас зеленая этикетка, то есть без улучшителей, консервантов, соответственно, все вкусно, натурально, полезно. Соответственно, цена у нас ниже, чем у конкурентов на 15-20 процентов, прайс, соответственно, ваших менеджеров веществ. Что мы применяли для данного семинара? Мы для данного семинара применяли дрожжи фирмы Pan Brown, соответственно, для дрожжевых куличей, для сдоба. Соответственно, дрожжи сухие инстантные, это четвертое поколение дрожжей, то есть они 4 раза экономнее, чем прессованные дрожжи, не имеют резкого характерного запаха, они осмотреранно, хорошо поднимаются, соответственно, в ростойке, соответственно, так и в печи. Фирмы Pan Brown хорошо подходит пример куличей, к сдобе, к слойке, к заморозке. Фирмы Pan Soft мы сегодня использовали, но это очень сильная позиция, то есть это еще современнее дрожжи, дозировка идет уже 1 к 5, соответственно, тоже масса преимуществ, и при использовании данных дрожжей не нужно добавлять улучшителя совсем. То есть полностью интересный продукт. Ну и по деньгам получается выгодно, если вы берете сухие инстантные дрожжи, плюс улучшитель, заменяете это все фирмы Pan Soft, и, соответственно, цена получается интересная. По хлебам здорового питания у нас большой ассортимент, вы также можете посмотреть в нашем прайсе, то есть это самые популярные смеси, как Бородинские, Кукурузные, различные дозировки, различным составом, соответственно, с пророченным зерном, все смеси достаточно небольшой дозировки, кроме 8 златов, то есть тоже у нас ассортимент смесей 8 златов, 50-100%, и все это, соответственно, тоже есть, вы можете посмотреть. И тогда перейдем к презентации наших изделий, и начнем мы тогда с единственного хлеба, который у нас сегодня есть, это хлеб бездрожжевой, в виде багетов, в линейке компании Krona большой ассортимент смесей без активных дрожжей. Это у нас смесь литовская для темного бездрожжевого хлеба, технология данного хлеба идет именно на закваску, то есть нужно сделать опару, длительное дрожжение, либо через холодильник, то есть вмешивается тесто, убирается в холодильник. Старорусский, это светлый вариант, литовский, темный, соответственно, старорусский, светлый. Лечменный хлеб, это бодрость, и амарантовый, уже много раз на семинарах я не обывал, то есть пробовали, это такой достаточно пряный, интересный хлебушек. И появилась у нас новинка, это смесь, основа для бездрожжевого хлеба, она идет не на заквасках, а уже на эмулигаторах. То есть обратите внимание на пористость, то есть хорошая пористость, почти как у чайабатты, то есть смесь 13%-я, то есть никаких сложностей нет, никаких опар не нужно делать, просто замесили тесто, тут уже регулируете влажностью. Побольше влажность для формового, меньше влажность для, соответственно, плодовых изделий. Значит, фасовка также 5-15 килограмм, приблизительная цена, прям очень приблизительная, где-то в районе 300-310 рублей за килограмм. Смесь под плюсом 13%. А, да, соответственно, сейчас вам подойдет дегустацию, также мы данные хлебы смотрим на бутерброды по фибриду. То есть помимо эмулигаторов содержится здесь закваска, которая дает вкусную, вкусоароматику, ну и, соответственно, хорошие сроки хранения, то есть больше трех суток, то есть по закону там мы 72 часа ставим, но практически дольше хранится. Все попробовали? Если есть вопросы, да. Соль идет здесь, потому что на вкус он пресноватый? Соль в составе смеси не используется, то есть добавляете, я добавлял получается 16%, если что, в рецептурах напишите, пожалуйста, тогда 2%. То есть пресновато, да? Ну, все, 2% нужно добавить соль. На кольце-проекте с колбаской как раз-таки будет прекрасное сочетание, чтобы не было слишком пересолено. Следующее изделие, мы переходим к куличам, предстоящей куличной компании, и начнем нашу дегустацию с кулича воздушного. Кулич воздушный, для приготовления кулича мы использовали смесь воздушную, это тоже относительно новинка, новинка прошлого года, смесь воздушная, 7%-ая. Смесь интересна тем, что в состав входит текстура пшеничной, то есть это специально пшеничная мука обработанная, что, короче, хорошо впитывает влагу, соответственно, отсюда кулич хорошо хранится. Кликовина пшеничная, яичный порошок, то есть при использовании данной смеси яйцо добавлять не нужно. Соответственно, этил ванилин, чтобы был термостабильный вкус ванили после выпечки, и, соответственно, ароматизатор сливочного масла. Плюс ферменты, то есть ничего такого прям химического, улучшителей консервантов нет, все натурально, и, соответственно, смесь достаточно универсальная, то есть можно делать как и вздобу, так и слойку, соответственно, так и куличи. Фасовка также идет 5 и 10 килограмм, цены в прессе представлены. Данный кулич мы использовали 7% смеси, рецептура самая простая, то есть мука, смесь, сахар, маргарин, соль, дрожжи, вода. Мы добавляли сюда изюм, соответственно, изюм хорошо поднимается, то есть сестрая заготовка для данной формы была где-то 170-180 грамм. Коллеги, обратите внимание, что для покрытия этого кулича мы использовали шоколадную помаду, очень прекрасно смотрится. Шоколадная помада от компании Ходмикс. Спасибо. 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 Следующий у нас по программе идет кулич Вологодский сливочный. Мы использовали смесь Дома Московская. Это старая такая известная всем смесь, то есть смесь 25% и почему такая большая дозировка? Потому что в состав входит весь рецептурный сахар, рецептурный, соответственно, яичный порошок, соль, соответственно, куркума, также этилланилин, чтобы вкус ароматик, а также текстура пшеничный. То есть также кулич хорошо хранится, как и на предыдущей смеси, больше 14 суток, то есть сохраняет хорошую влажность и, соответственно, достаточно небольшая цена. Рецептура тоже простая, то есть помимо муки смеси маргарина дрожжей, то есть больше ничего не идет. В данном случае мы добавили взем и цукаты. И, соответственно, покрыли помадкой. Помадка Ротибор здесь уже используется. Мы очень долго над ней трудились и, наконец-то, смогли найти то самое покрытие, которое очень быстро застывает, сразу же не прилипает к упаковке, то есть буквально вы сделали одну партию и можете ее уже вкуковать. Застывание первого верхнего такого слоя идет где-то 1-2 минуты, поэтому здесь нужно будет работать достаточно быстро, то есть один человек покрывает, второй уже украшает сразу же. И вот таким вот прекрасным способом у вас очень быстро, потому что других вариантов нет, вы сможете сделать большой объем работы. Данную помадку необходимо предварительно нагревать где-то до 40 градусов, то есть поэтому она достаточно горячая, но если вы ее окунаете сначала курить, поднимаете и уже после этого аккуратно в перчатках работают, то тогда можно не обжечься. Конечно, если голыми руками, то будет вылечивать. Но данная помадка у нас имеет также внутри себя пиктин, то есть с течением времени у вас она не засохнет и не начнет колоться и откалываться от изделий. Ее можно будет использовать не только для ключей, но также и для эклеров, профитролей и так далее. И если вы даже хотите сделать профитроли уже, как у нас говорят в телевизорах, то совершенно спокойно вы можете это сделать, то есть окунули, выложили, и они дальше не прилипают ни друг к другу, ни к упаковке. И срок хранения также очень длительный. Это просто помадка, да, ротибор? Помадка, ротибор, да, всегда. Поставка? М? Поставка. Поставка у нас 6 килограмм. Возможно, для проц-сервиса мы будем по-разному фасовать, уже смотря по вашим запросам. Потому что это тоже у нас не успеет. Кулич Вологонский. Возвращаемся к нему. Использовали смесь Доба-Носковская. Смесь тоже универсальная. Дозировка идет от 15 до 30%. В данном случае используют 28%. Также она универсальная. Можно делать Добу. То есть Доба идет от 15%. Фасовка также 5-15 килограмм. Вкус насыщеннее. Кулич поплотнее, чем предыдущий. Вот, соответственно, разнообразие формы, вкуса и, соответственно, внешнего вида. Следующий. Мы переходим с нами от дрожжевых куличей к бездрожжевым. Следующий кулич мы с вами попробуем, предпочтим. Это кекс мак с творогом. Можно подвергнуться? Дюшка, а вот так, вам помадку ее можно ароматизировать? Да, конечно. Сейчас я вам как раз таки хотела рассказать, что в следующих ключах вы сможете увидеть, что туда добавлялись гелевые красители. То есть при сочетании с какими-то даже жидкими текстурами не прекращаются свойства стабилизации. То есть вы можете и ароматизаторы добавлять, и красители, и всю жидкую куличу. Спасибо. Следующее изделие это кекс с мак с творогом. Данный кекс уже является бездрожжевым, то есть используется смесь Waffin Mix ванильная, смесь 7% смесь универсальная. В данном случае мы используем ее для куличей. На ней можно сделать также и печенье, масляные бисквиты, кексы. Соответственно смесь идет в фасовке 5-15 кг. При маленькой дозировке, достаточно экономичная. Никаких консервантов там нету, хорошо разыграет, и после вкуса нет химического, даже если мы пробуем с вами теплые изделия. Значит смесь, на данную смесь мы опустили цену, то есть в прошлом месяце на 15% соответственно стала более доступная, соответственно сохранив все свои качества и универсальность. Поэтому обратите внимание, смесь Waffin Mix ванильная. Также в это изделие вы сможете положить не только натуральный творог, который хранится не очень долго и вдруг вы его не используете на производстве. Можете использовать творог артибор именно крупичатый, то есть все свойства творога остаются. Но только у вас получается это ведро будет стоять 6 месяцев на производстве и точно так же сможет добавить уже какие-то свои свойства для того, чтобы кекс дольше хранился. Посмотреть можно, где-то есть творог. Творог, да, в пробничках у вас все будет. Мы вам даже раздадим пакетики, там есть творог. В данном случае мы использовали творог из магазина, да, соответственно он более такой засушливый, да, то есть крупинки попадаются. То есть, конечно, поэтому мы рекомендуем использоваться в бутылочке, посредственно начать. Следующий... Творочное изделие мы сегодня попробуем. То есть этот творог даже в этой камере уже хранился в полгород, да? Да, все верно. Там консерванты, в принципе, творог это назвали. Получается... Так, формочка... Формочка... Размера была бы... Размера... Следующий кулич мы с вами... Пробуем этот кулич с твердловской с клубникой. То есть мы использовали для данного бездорожевого кулича смесь кекс-ванильный. Кекс-ванильный это самая моя любимая смесь, она 11%-ная, тоже универсальная, подходит для масляных бисквитов, для кексов, для английского кекса, соответственно и для, в данном случае для куличей. Имеет ярко выраженный ванильный вкус. Также нет никаких химических послевкусий после употребления. В данный кекс мы использовали вместо воды волоком, вместо растительного масла маргарин и добавили замороженную клубнику. Замороженную клубнику мы, соответственно, растаиваем, соответственно, чтобы удобно нарезать и чтобы тесто не было сильно серым этим. Потому что если мы возьмем с вами размороженную, нарежем кубиками, то, соответственно, мягкий будет очень сильно серым. Ну и, соответственно, сохраняется вкус и ароматикой. Соответственно, покрытие мы использовали. Да, покрытие у нас все еще наша самая лучшая помадка. А здесь мы уже добавили краситель гелевый, как я уже рассказывала. Скоро начнутся еще очень вкусные кондитерские средства готовки. Смесь кекс ванильный также идет 5-15 килограмм мешок. То есть цена достаточно интересная, то есть по сравнению с конкурентами, соответственно, на 10-15% дешевле. Данная смесь тоже не содержит консервантов. Есть у нас подобная смесь именно с консервантами. Называется она пробокейк, но мы ее сегодня не представляли. Следующие изделия мы переходим также... Мы также продолжаем тему бездорожимых куличей. Следующий идет кекс тропик. Это лимонный кекс с ванильной начинкой и шоколадом. Получается, используя смесь планкейк, это тоже 10% смесь. Для цитрусовых маффинов, цитрусовых кексов, цитрусовых бисквитов. В данном случае у нас цитрусовый кекс или куличик. С крышей? Нет, с цитрусовыми. Мы там использовали твою начинку ванильную. Замечательно. Также в этом кексе представлена наша термостабильная кремовая начинка. Все наши кремовые начинки термостабильные в универсальные. Про их составляющую нетермостабильность я расскажу чуть позже. Но сейчас мы сможем с вами увидеть, что если вы берете какой-нибудь кекс и отсаживаете уже сверху, то он никуда не денется, он остается внутри изделия, не создает пустот. И точно так же можно использовать это для печенья, для каких-то пряников. Мне очень нравится делать, например, шоколадное печенье с мятной прослойкой начинкой. И это создает такой и освежающий, и при этом очень сладкий вкус. Здесь же, чтобы у нас не перебивать никакие рецепторы и вкусы, чтобы мы почувствовали и кекс, и начинку, здесь у нас представлено ванильная. То есть это такой, знаете, стандарт вкусов, можно так сказать, как шоколад или ванильная. Так, начинка отсаживается внутрь или добавляется? Отсаживается внутрь, то есть даже если добавляется чуть-чуть останется, все утонет, потому что тесто становится кексовое и жидкое. То есть в данном случае, как и описывается в рецептурах, отсаживается в тремя точках пациента. Коллеги, обратите внимание, вы, может быть, почувствовали, сверху на куличи идет такое хрустящее покрытие. То есть здесь мы использовали уже не помадку артилуру, здесь мы использовали покрытие от компании CSM, это Кракант. Вот, кто-то уже знаком, возможно, с этим товаром. У них вообще их очень много на самом деле. Есть и черная смородина, есть лимон. На самом деле там больше 10, где-то около 12 позиций по этим кракантам. Если нужно, кому-то пробнички пишите в анкетке, пожалуйста. Это очень интересный вариант покрытия на Пасху. То есть это не помадка, да, не белая, не шоколадная, а что-то такое интересное, хрустящий слой. Да, это не из дешевых продуктов, но на Пасху, там на какой-то премиальный куличи возможно, если он у вас есть. То есть там небольшой слой идет сверху, поэтому прям сильно он не по себестоимости не ударит у изделия. Но что-то интересное, во-первых, он не вкусовой, то есть это и вкус лимона, есть там черная смородина и так далее. Ну и вот эта вот хрустяшка интересная. Если кому-то пробнички нужно, то пишите. Мы отправим. Значит, здесь именно ароматику топика дает именно швепс тропический, да? Швепс как напиток идет, это больше для семинара, чтобы показать максимальный вкус вам именно цитрусовый, подчеркнуть. Так можно использовать обычную воду, то есть сам вкус цитрусов дает именно смесь пломки. Вот это нужно, пожалуйста, для семинара самого лучшего. И завершающий на сегодня кекс. И, наверное, самый сладкий. Это кекс сибирский с грушей. В данном случае мы используем смесь Браво Кейк. Данная смесь идет 11%. То есть смесь не имеет яркого ванильного вкуса. То есть в данной смеси можно делать даже пастеронические пироги, наливные. То есть также можно использовать печенье. Хорошо подходит для песочного теста. Данная смесь дозировка в 15%. Фасовка 5-15 килограмм. Соответственно, доступная цена и универсальность. В данный кекс мы добавили растительное масло, яйцо, сахар, воду, муку. Значит, и мармелад. И начинка грушевая. Здесь представлена начинка ратибор. Это уже термостабильная начинка. Она у нас идет универсальная. В наших термостабильных начинках не только по содержанию фруктовой части меняется, но и по плотности, по консистенции и так далее. Здесь у меня в руках сейчас пробник ананаса. Но в принципе она достаточно похожа. То есть здесь достаточно крупные куски мы можем увидеть именно фруктов или ягод, которые есть. Эта начинка 60% фруктовой части идет на крахмале. То есть она очень легко намазана на текстуру. Почему я говорю, что она универсальная? Потому что ее можно использовать как в тесто, как вы сейчас почувствуете, именно кусочки груши. Также ею можно просто украшать изделие. И также можно ее использовать для открытых каких-то пирогов. Когда вам нужен глянец какой-то, красота, чтобы это выглядело, знаете, так дорого-богато, чтобы вы видели прям куски фруктов и ягод, то тогда именно эта начинка самый идеальный вариант. В начинке мы добавим крицу, чтобы потешить вкус. Начинка 60% фруктовой части. Я думаю, что перед тем, как отпустить вас на чай, я вам еще расскажу про наши страшные вот эти 4 цифры, которые меняются, и иногда на них я начинаю разговаривать, иногда технологи, и вам смогу рассказать, что это означает вся наша активность. Тогда и вы сможете тоже лучше понимать, какую начинку вам использовать для ваших именно изделий. Потому что починок много. Мы старались, чтобы каждый клиент смог для своего производства найти идеальный. Следующее изделие – это рогалики южно-проживые песочные. В данном случае мы делали замес с двух тестов. Одно тесто мы брали, соответственно, на вздобу, универсальное тесто, на вздобу фигурную. А второе тесто мы сделали песочное, на основе смеси мафинирс ванильный, который вы пробовали уже в куличах. То есть тоже применение данной смеси используется, то есть универсальность смесей, и тем самым мы вам показываем, что смесь вздушная идет не только в куличах, на вздобе, но и даже не в такие изделия, как рогалики южно-проживые песочные. Соответственно, амафин микс ванильный, соответственно, в песочек. То есть сделали два теста, смешали, соответственно, сделали, раскатали пласт теста, добавили начинку, разрезали треугольничками и сорвнули в такие рогалики. Плюс еще одно из использований наших смесей. В рогаликах есть сейчас, вы сможете увидеть несколько видов начинок. Там представлены такие начинки, как плотные мармеладного типа барбарис. Вы ее сразу почувствуете, если она вам попадется. То есть это прям чисто такая вот у нас конфетка, как из детства. Ее можно использовать, она высоко термостабильна. И ее перед применением необходимо размять или в миксере на маленькой-маленькой скорости с помощью лопатки, потому что она у нас идет на пектине. Если мы ее взобьем, то она у нас перестанет быть такой термостабильной. Также вам могла попасться начинка тыква. Это наша новинка. Тыква у нас идет с 60% фруктовой части. И у нас там чувствуется волокна. То есть мы берем именно чистую тыкву, мы ее разрезаем, потом перемалываем в гомогенку, но волокна все равно никуда не деваются. Вы сможете прочувствовать именно вот такую вот пряную, свежую тыкву. Тыква сейчас, в принципе, она на пике популярности, можно так сказать, потому что люди очень сильно любят сейчас какие-то такие, знаете, черемуха, курага, чернослив. Вот тыква к ним тоже сейчас присоединяется. И если, например, ребенок попробует это изделие, то он даже и не поймет, что это что-то такое, знаете, вот как это, морковный торт, вот это тыква. Вот. А родители увидят это изделие, подумают, это что-то полезное, нужно брать. Так что здесь все в выгоде. И сейчас на тыкву, в принципе, очень большой спрос. Так что рекомендую посмотреть на эту начинку, попробовать ее тоже в пробочках будет. Вот. Обязательно посмотрите. И это очень хорошая начинка именно для печенья какого-то и так далее. Очень много делают с ней, прослаивают торты даже, даже если она тем нестабильная. И так как впереди еще очень много еще более сладких изделий, мы попросим вас в большой перерыв. Вы только копили чайку, налили водичку, попробовали наши бутерброды, соответственно, вкусили уже более соленый хлеб в виде бутерброда с соусом и колбасой. Сейчас, если... Прости, пожалуйста. Если у вас еще есть немножечко силы и энергии, я хотела бы рассказать как раз про наши артикулы, чтобы вы тоже понимали, потому что это иногда очень сильно полезно. В компании Ротибор начинки есть термостабильные и нетермостабильные. Первая цифра у нас отвечает как раз-таки за это. Если это единичка, то это нетермостабильная начинка. Как, например, сейчас я здесь все это себе выкладывала. Вот, возьмем на примере апельсина. Здесь 1, 2, 5, 2, значит, это нетермостабильная начинка. Вторая цифра у нас отвечает за наличие или отсутствие кусочков. То есть, если это цифра 1, то значит, кусочков нет, это гомогенная начинка. Если 2, то значит, там присутствуют кусочки. То есть, у нас мы уже понимаем, что это нетермостабильная начинка с кусочками. Третья цифра отвечает за плотность этой начинки. Очень хорошо смогу вот на этом примере вам показать. То есть, здесь начинка наша новинка. Я про нее буду очень много сегодня разговаривать. Вот видите, она у нас под номером 4, третья цифра. И она такая легкомажущая текстура. Очень такая размазывающая, так скажем. И здесь уже наша начинка плотная, как барбарис. Я вам рассказывала, здесь шестерка. Здесь уже, видите, она такая мармеладного прям типа, которую нужно предварительно перемешивать. Но опять же, как только мы ее перемешали, она очень хорошо размазывается. Ее можно совершенно спокойно тоже на автоматизированные линии, например, какие-то пускать. То есть, с ней ничего страшного не произойдет. И последняя цифра, это уже у нас наличие, сколько кусков, сколько у нас фруктовой части будет в нашей начинке, умноженное на 20. То есть, если у нас двоечка, то 40% фруктовой части. Если у нас тройка, то все 60% фруктовой части. Это что касается плодово-ягодных начинок. Дальше у нас есть кремовые начинки. И они у нас начинаются под цифркой 9. То есть, если начинка под цифрой 9 начинается, то это кремовая начинка. И если вы, например, захотите клубнику, то, опять же, здесь у нас ассортимент огромный. Когда вы, например, позвоните и говорите, дайте нам какую-нибудь клубничную начинку. И все, здесь уже сразу какая вам нужна? Не термостабильная. Термостабильная, может быть, вообще кремовая, с кусочками, вес и так далее. Также у нас есть сырная начинка. Она немножечко отличается. Если у нас... А, да. На одну секунду. Да, конечно. Значит, кремовая девятка. Девятка. Она термостабильная или нет? Она термостабильная. Все наши кремовые начинки, они универсальные и термостабильные. Единственное сыр у нас под цифрами не 9,1,5,1, а 9,1,5,2. Но, в принципе, здесь тоже роли никакой не играют. То есть там никакой фруктовой части не добавляется. Это больше было создано для нас, чтобы мы понимали, да, что это именно сырная начинка. И также у нас есть творог, с которым тоже иногда бывают какие-то проблемы. То есть гомогенный кремовый творог, это 9,1,5,1, как и все наши кремовые. Если же вы хотите с кусочками, это уже... Сыр. А, сыр. Спасибо вам. Спасибо. Ага. А давай, ну что, можно, в принципе, ароматику сыра. А потом мы уже в изделии ее попробуем, потому что она в изделии будет с чем-то сочетаться. В крупничках у вас тоже будет. Сейчас можно еще по рядам, чтобы вы поняли, что аромат сыра прямо присутствует. Здесь у нас присутствует ароматика Моздам, то есть это не творожно-сливочный какой-то, да, там не филаделька, а именно сырная такая начинка. То есть если вы делаете, например, чизкейк, то это именно будет вот чиз и кейк, то есть сырный торт. А что при этом... У этой сырной начинки какой номер? 9,1,5,2. И с творогом, как я уже начала говорить ранее, если это кремовый гомогенный творог, то это 9,1,5,2. Если же у нас творог с крупинками, то это 9,1,6,2. То есть здесь у нас побольше, да, и какой-то части, и она более плотная. То есть если вы хотите посвященный творог, то 9,1,6,2. Сейчас тоже очень долгое время на самом деле на рынке были огромные проблемы с крахмалами и так далее. Вот, мы с ними боролись. Мы привозили откуда можно. Мы возили эти начинки тестовые, потому что некоторые начинки у нас уходят очень далеко, некоторые не переживают зиму, например, пока транспортируются. Поэтому мы возили, возили и наконец-то довезли потрясающую начинку. Сейчас мы нашли именно те ингредиенты, которые нужны для того, чтобы у нас и осталась легкомашущая текстура творога, и крупинки, и чтобы она была теклостабильная. Так что сейчас, в принципе, если вдруг, да, были какие-то проблемы с творогами и так далее на рынке, и вы это заметили, то, в принципе, компания Ротидор сейчас нашла наконец-таки решение. Вот, это было долго, тяжело, нудно, вот, но мы справились. Так что, в принципе, если у вас сейчас будет потребность, то, пожалуйста, заказываем пробнички, потом заказываем много тонн этой начинки. Вот, а сейчас, да, я вас отпускаю уже на кокетинги. Если вдруг какие-то будут вопросы по начиночкам, то можете тоже подходить, в принципе, запрашивая вас сейчас. Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. 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 . . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. . Продолжение следует... 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 Спасибо. 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 Коллеги, можно минутку вашего внимания? У нас в про-сервисе появилась уникальная возможность для вас. Это оформлять свои заявки онлайн через личный интернет-кабинет. кабинет. Смотрите, вы можете оформить свои заявки онлайн либо через сайт профсервиса официальный, либо через свой личный кабинет. За более подробной информацией вы можете обратиться к своему менеджеру, чтобы вам помогли создать этот личный кабинет. Но чем удобно оформлять заявки онлайн? То есть вы выбираете только наименование товара и указываете свою точку, куда вам доставить этот товар. В личном кабинете у вас будут содержаться все ваши основные документы. Вы можете запросить там акт-светки. Там находятся все сертификаты и удостоверения о качестве нашей продукции, которую мы вам поставляем. Также через личный кабинет вы можете видеть все свои предыдущие заявки и расходы. То есть это очень, в принципе, удобно и экономит ваше время. То есть я вам сейчас раздам вот такие листовки. У кого возникнут вопросы для создания и формирования личного кабинета, вы можете обратиться к своему менеджеру. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . . Спасибо. . . . . . . Спасибо. . Спасибо. . 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 Это достаточно пышное изделие. Воздушное. Универсальное. И в данном изделии мы применили начинку. Начинку 4-2-3-3. Тоже опять же это универсальная начинка с большим количеством фруктовой части. Здесь вы увидите абрикос. Мне безумно нравится как у нас как раз и ароматика и как абрикос вам выглядит. То есть это одна из моих фаворитов у нас в компании. Помимо еще черной смородины. Но вы ее чуть-чуть попозже тоже влюбитесь в нее. Это у нас абрикос. Также мы сделали с брусникой. Брусники тоже 60%. Именно брусники. Здесь мы уже ее никак не дробим. То есть там целые ядовки. Также здесь как мы это делаем. Просто в форму выливаем тестовую заготовку. Тесто вылили. И дальше из кондитерского мешка все что вы хотите. Здесь очень много мы показали вариантов. То есть вы можете хаотично как-то из кондитерского мешка уже выдавливать начинку и потом распределять. Можете спиралью точно так же выдавить начинку. И тоже будет интересное достаточно изделие. Как вы видите начинка не просела. Кексовое само тесто оно тоже держит эту начинку. То есть здесь сочетание как раз таки двух потрясающих продуктов от компании. Которые вот соединились и показали прекрасный вариант. Как вам сочетание? Брусника. А если абрикосный торт с брусникой, то это как раз таки сочетание кисло-сладкого, не так приторно, с кисленкой, тоже достаточно интересно. сейчас конечно с каждым изделием будет все тяжелее и тяжелее я понимаю чайник горячий уже на готове так что если что вы можете до встать налить себе еще чайочку чтобы запить и дальше продолжить совершенно спокойно следующие изделия это маковый творожник под номером 14 в наших баночках основу мы брали песочное тесто на смеси бравокейк то есть бравокейк также умерсальное и очень хорошо подходит для основы чизкейки по типу вида пирогов не крошится соответственно хорошие сроки гоности у этого теста и соответственно мы использовали да здесь уже я расскажу как делать эту основу более подробно потому что маковый творожник у нас идет с добавлением творога в нашей начинки с добавлением маковой начинки сверху будет еще начинку уже фруктовые здесь у нас все достаточно просто вы до кипения доводите молоко и маргарин после этого вводите туда манку и можно сразу же положить туда нашу маковую начинку это все у нас набухает и после этого добавляем уже яйцо и что-то мы еще добавляем и и творог конечно же сам по себе а все это перемешивается распределяется по основе уже которую мы рассказали и сверху у нас уже тоже опять же наша универсальная начиночка с 60 процентов фруктовой части здесь у нас будет вишня как вы видите она остается глянцевая сверху мы присыпали также уже штрейзеля чтобы разрез был например а более такой вот ровненький можно использовать гомогенную например начинку какую-нибудь по типу даже вот этой вот 4141 то есть вы ее распределяете точно так же и она у вас будет тоненьким слоем как вам маковый творожник по вкусу но здесь у нас да здесь у нас там и мак есть и так далее конечно давно при этом готовится элементарно просто и потому что здесь у нас в принципе начинки да и точно так же можно готовить это изделие например по прямоугольных уже формах и потом их в прозрачных боксах продавать точно так же можно например делать такие порционные изделия как знаете чизкейки маленькие такие подают тоже будет замечательно красиво единственное выпекается он достаточно долго то есть это где-то вот если это будет маленький то минут 20 наверное если это все-таки большой как у нас здесь то это минут 30 30 40 но все равно некоторые больше 12 минут не существует так перейдем к следующему или водички еще нужно дальше у нас рулет фисташка малина дальше у нас идет фисташка малиновый рулет это тоже будет очень сладкое изделие сразу предупреждаю основу основу мы берем бисквитную любую то есть в данном случае можно взять как и бисквит их снежный это смесь для именно красных бисквитов для бисквитов воздушных обычных фактических бисквитов соответственно бисквит хорошо скручивается рулет не поломается вы можете использовать любую другую позицию здесь у нас тоже будет кремовая начинка просто смешанная с оббитыми сливками это у нас фисташковая начинка про маску у нас идет малина с кусочками 40 процентов фруктовой части потрясающая ароматика и также она не термостабильная то есть здесь уже чисто у нас идет такой вот прям десерт десерт как вы видите бисквит правда он хоть и очень плотный большой такой да при этом он все равно замечательно держит рулетную основу сверху как вы можете видеть мы сделали еще один классический бисквит которые просто подкрасили в зеленый цвет пробили блендером и уже украсили чтобы у нас было такое весеннее настроение зелень на столе чтобы у нас было вот это вот ощущение радости и что скоро у нас уже будет лето наконец-то сочетание достаточно выигрышные сейчас его можно везде вообще услышать фисташка малина это чаще всего меренговые какие-то рулеты но меренговые рулеты очень тяжело делать в условиях цеха потому что это нужно контролировать просто от и до то есть если даже например я делаю где-нибудь на семинарах не дай бог если меня пчела укусит сделать на семинаре то это каждый раз прям очень крепит на но здесь вы сможете прочувствовать именно вот это интересное сочетание фисташки малины с обычным бисквитом здесь он достаточно как я уже говорила да большой но при этом вкус и все равно вы можете прочувствовать прям достаточно ярко то есть ароматика наших начинок она подразумевает то что вы можете смешивать их со взбитыми сливками даже один к пяти пять сливок одни одна начинка и вы все равно мы сможете прочувствовать но я все равно всегда рекомендую делать примерно один к одному или один к трём то есть дальше уже это у вас будут больше сливки а наша начинка также стабилизирует взбитые сливки то есть это растительные чаще всего мы берем конечно же а если растительные сливки вы просто взобьете то на следующий день очень часто бывает такая проблема что они начинают трескаться они даже опадать например да где нибудь если это какие-то такие сливки интересные да то сочетание с нашей начинкой вы сможете даже заметить что вот в сливки добавляете и она получается прям такая очень текстура вот как вы здесь можете увидеть да то есть она такая прям чуть-чуть ну и легкомажущая да и не трескающаяся и однородная по суфле как суфле да но суфле я вот как раз кино морковным потом расскажу как сделать суфле из нашей начинки как вам рулет почувствовали фисташку вот это вот малина сочетание замечательно сверху мы украсили сублинированной вишни если что то есть если будут вопросы что это такое там дальше следующее у нас чизкейк клубничный основу будем основу идет такая же как и в предыдущем изделии предыдущие макового творожника также мы используем смесь получается браво кейк сейчас мы поговорим про чизкейки чизкейки мы точно также можем сделать как полноценный торт так и в маленьких каких-то одноразовых для одного одноперсональные так скажем изделия если вы посмотрите на рецептуру я здесь вложила чизкейк клубничный но при этом вы можете убрать эту клубнику и добавить столько же сыра это получается у нас классическое классический чизкейк на нашей начинке здесь у нас идет все однофазно то есть вы все ингредиенты комнатной температуры обязательно скидываете в дежу перемешиваете у вас уже готовые чизки то есть здесь у нас идет творог сырная начинка яйцо сметана все и немножечко сахарного песка но вы здесь уже тоже посмотрите по своим вкусовым рецептором да вдруг вам покажется слишком сладкой вы сможете варьировать уже этот сахар то есть на конечно продукт здесь сахар не влияет на какую-то вкусовые здесь у нас в сочетании с нашей кремовой начинкой клубника то есть вы сейчас почувствуете такой вот яркий аромат клубники но при этом будет послевкусие еще немножечко сырного помните как вы почувствовали наши начинки кремовые они вот такой вот консистенции то есть легкомажущая текстура если вы их положите в холодильник то конечно же она станет более плотная за счет этого вы сможете например выкладывать на свои печенье и так далее какие-то фигурные уже из кондитерского мешка вещи и они останутся такими же то есть если вам нужно изделие печь запекать и вы хотите что-то выложить красивое то предварительно охлаждаем если же вы хотите с нашей начинкой работать уже чтобы она легко распределялась по тесту то она должна быть комнатной температуры точно как вам ческейк клубнична и текстура тоже интересная то есть есть прямо такое вот идеальное сочетание здесь у нас также присутствует творог то есть вы можете увидеть белые вкрапления это как раз таки крупинки творога чтобы показать что он да вот у нас купечный такой замечательный точно так же вы сможете сделать совершенно любой ческейк то есть это ческейк тирамису можете сделать ванильный шоколадный ческейк какой-нибудь фисташковый ческейк тоже будет очень интересно для слуха и для взора а также у нас есть интересная начинка я при нее уже говорила мятый лимон то есть можно сделать мятный лимонный ческейк который пойдет вот летом в жару я здесь была летом это вот как раз таки очень нужно что-то такое охлаждающие а вот сверху вы сможете увидеть и прочувствовать наши гели гели у нас есть нескольких видов все они основываются на одной так скажем рецептуре у нас есть нейтральный гель который ну как бы про него уже очень много говорили да на нейтральный гель мы можем его сделать хоть на сдобу хоть на какие-нибудь изделия просто чтобы придать глянцевый гель ягоды чтобы они дольше сохраняли свой свежий также можно что-то приклеивает а вот обычно сахарная печать приклеиваю это просто у нас самый замечательный нейтральный если вы хотите чтобы он был прям однородный текучий так далее вы его просто нагреваете где-то до 30 градусов и он у вас становится совершенно прозрачный глянцевый жидкий также у нас есть шоколадный и ванильные гели они у нас уже более плотные то есть если эти у нас до прозрачные то здесь по цвету нас плотно как вы видите он тоже глянцевый если вы хотите например зеркальным глазу но она правда будет только на горизонтальной поверхности вы точно также вы подогреваете потом если это небольшое количество простоки ваем чтобы у нас пузырьки вышли большое количество уже конечно с блендером до выпускаем пузырь его у вас совершенно идеальная зеркальная поверхность становится это у нас что касается шоколадного и ванильного там где у нас достаточно плотный цвет так скажем что же касается у нас данные данного геля который представлен здесь у нас клубничный клубничный чизкейк клубничный гель все логично у нас их очень много вкусов здесь мы добавляем для вкуса цвет и ароматы концентрированные соки именно того фрукты или ягоды которые у нас в названии то есть здесь у нас не только ароматизаторы краситель да но еще и есть все таки сам сам фрукт или ягода которые у нас задействованы так чизкейк понравился все замечательно быстренько до чтобы следующий раз я пришла в магазинах одни чизкейки по семье и bravo cake специально для песочного теста она универсальная то есть для песочного теста и для кексов демократно даже масляных и даже заливных гастрономических пирогов не сладких 10-11 процентная смесь очень универсальная дальше у нас идет морковный торт морковный бисквитный торт я слышала уже что очень многие и не заинтересовались здесь у нас идет очень интересный бисквит потому что в бисквит я добавила аж три наши начинки но сейчас я скажу зачем здесь у нас идет в начинке апельсин то есть это не термостабильная с кусочками начинка чтобы у нас был цитрусовый привкус наших начинках там где присутствует апельсин или лимон мы специально выбираем те сорта этих цитрусовых чтобы у нас присутствовали толстая шкурка которая не горчит чтобы у нас был именно освежающий такой вкус с течением времени с течением долгого продолжительного а дальше мы сюда добавили также грушу грушу у нас идет как в кексы то есть 4 2 3 3 чтобы у нас было вот этот вот освежающий еще привкус и также у нас идет там грецкий орех ну грецкий орех до апельсин морковь замечательное сочетание прелесть этого бисквита в том что если вы например не хотите грецкий орех пластике не положить не положите и ничего страшного не произойдет точно так же как с грушей если вы захотите чего-то прям интересного вы можете туда добавить например манго то же самое это конечно будет удорожение но для премиума это будет очень интересно и изовлекающе для покупателя что же сам бисквит у нас однофазный то есть корицу мускатный орех соду и так далее вы тоже добавляете все вместе сразу перемешивайте отпекаете точно так же как и с начинками вы можете совершенно спокойно парировать и менять уже именно пряности что же касается нас нашими кремовыми начинками можно не только делать просто термостабильно используя чистом виде или смешивать спитами слитами но также делать муссовые торты какие-то суфлейные торты для этого вам нужно взять начинку а ее развести немножечко с сливками чтобы она была просто более такая жидкая и добавляем туда растопленный уже замоченный желатин дальше взбитые сливки в эту всю массу и у вас уже получается прекрасный мусс который стабилизируется где-то за два часа в холодильнике иногда мы даже условиях цеха его оставляем если нет холодильников он у нас за 8 часов совершенно спокойно стабилизируется здесь у нас идет именно сыр уже все надеюсь с собой сможете взять в целом последствии все хорошо и идет еще здесь морковный сок именно то есть тот сок который мы выдавили из моркови который идет в бисквит мы его оставили и добавили в мусс безотходное производство как вам морковь интересный да здесь корица перебиваем корица перебиваем ну здесь опять же можно варьировать то есть здесь я сделала упор на том что обычно как делают какие-то очень мягкие бисквиты практически безвкусные данным там ваниль или шоколад вот и какой-то уже вкус именно идет на креме здесь же все наоборот крем достаточно нейтральный то есть он практически даже не сладкий идет какая-то такая вот интересная послевкусие сыра и при этом очень такой тяжелый интересный и вархатные бисквит именно пряные такой вот именно по вкусовому тяжелый здесь а вот в этом новогодний да 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 он в принципе для каких-то холодных вечеров когда нужно были на чаечек с тортиком так зефир у нас есть еще до которые мне рассказывали зефира у вас есть две раскладочки одна идет на стандартном белке то есть обычным живом белке вторая мы делали по второй рецепторе там где идет как называется просто не мы ее производим поэтому весь компании туратас многие уже знакомы это смесь для белковых фабрикатов то есть для пиздец для меринговых рулетов для зефира для белкового крема для птички торт то есть все что связано с белком смесь сухая она идет фасовка 15 килограмм для чего в принципе нужно использовать необычные пирога как мы все привыкли именно нашу начинку зефир у нас идет не только там у нас стабилизатор агар-агар но также там должен присутствовать эффектив поэтому мы чаще всего в магазинах видим либо яблочные либо черно-смородиновые зефиры потому что это самое большое содержание эффективно в этих фруктах если же мы используем нашу начинку она не термостабильная гомогенная выглядит как знаете такая мармеладка как раз то там у нас уже есть добавлен пектин за счет этого вы можете взять совершенно любой вкус и у вас будет цвет вкус и аромат того того фрукты и ягоды которые вы захотите очень интересно получается например тоже с киви на киви я обычно тоже на новый год делаю какие-нибудь виде елочек да а сейчас весна 8 марта девочки любят покушать девочки любят сладенький зефир делаем такие цветочки мужчины все скупают девочки довольны то есть прям вот сейчас как раз таки это замечательно делается достаточно быстро то есть здесь у нас нужно взбить как раз таки сухой белок с водой он совершенно хорошо сбивается и отдельно у нас срок уже с начинкой с агар-агар и сахаром и водой вот все потом вместе соединяется и все замечательно у вас уже готовое изделие стабилизируется он примерно 8 12 часов и вы можете его уже упаковывать то есть как стандартный зефир так вот так можно влюхозы да можно мы использовали вообще то есть если говорим про уже обычный белок то здесь все ровно то же самое то здесь уже в зависимости от того как вы хотите да видеть на своем производстве с работаете вы на сухом белке или вы работаете на живом белке единственная разница в том что здесь на живом белке я смешиваю нашу начинку уже с белком сразу она совершенно спокойно распределяется по белку и точно также замечательно сбивается и потом уже туда добавляем сироп то есть все рецептуры у вас тоже уже есть два вида применения предоставили так ну что ж у нас еще тройку остались прям добьем вкусовые рецепторы так скажем потому что это будет сладко здесь у нас тройку термисус черной смородины это сочетание достаточно многое то есть очень редко где можно увидеть наша кремовая начинка тирамису она уже является можно сказать таким прям замечательным изделием то есть вы ее совершенно спокойно можете с орбитыми сливками что вам позволяет увеличить объем уменьшить себестоимость здесь опять же вы можете здесь я сделала один к одному вы можете один к трем даже один купите если вам нужно прямо зомби количество со сливками взбитыми да можно сразу же в одну дежурку а вы с собой возьмите также мы здесь сделали просто стандартный бисквит с промочкой из кофе и еще один слой черный смородины 40 процентов фруктовой части здесь то есть черная смородина прям кусочками можете не переживать там не очень много черной смородины то есть мы делаем по краям красивую такую да и у нас тогда получать уменьшение себестоимости то есть когда человек уже кушать то и не за можно попробовать очень здесь у нас сразу до прям чувствуется что там что-то интересное есть хотя ничего страшного то есть даже эти могут спокойно есть там у нас присутствует уже ароматика пейлиса есть ароматика кофе да вот это замечательная начинка точно также вы можете делать какие-то интересные начинки точнее тирамису в печенье то есть точно также печенье тирамису достаточно интересный вариант потому что начинка термостабильная замечательно если вдруг какие-нибудь там пожелания вопросы потому что сейчас у нас мой принципе все попробовали сейчас у нас уже будет такой можно сказать разговорные да мы можем оставить еще послевкусие так что понравилось что не понравилось чтобы мы уже тоже махом понравился этот маковый обязательно пишите чтобы вам понравится чтобы у нас тоже была обратная связь чтобы мы с вами сотрудничали что еще кому-нибудь понравилось если вдруг будут вопросы да мы все равно еще здесь вот так что сможете к нам любой момент подойти по поводу про облачку по поводу каких-то вопросов а есть еще один вы не переживайте мы готовились к этому а также компания ратибор уже подготовила пакетики с образцами пробничков для вас чтобы мы в принципе уже согнете так это чтобы не вы выбирали а мы прям сразу все давали то есть у вас каждого уже будет пакетик если вы захотите я так думаю еще что-нибудь взять до дома можно будет собой еще тоже забрать конечно же вдруг рукава руководству или там технологом и так далее то есть если вам нужно кому-то показать то что вот это вот мы хотим делать вот это надо делать то конечно же собираем с собой вот пакетики уже в принципе тоже сможете девочки до подходить чтобы они вам выдавали вот в принципе да осталось только если у вас остались вопросы какие-то вы можете спрашивать по изделиям просто может так прям это все ты так 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 все рассказали так быстро все попробовали вы тоже если что-то вдруг какие-то вопросы может быть мы что-то не рассказали кого обязательно спасибо вам большое что вы пришли вам вам поделитесь вам как и 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 а Творожный, да, который был? Да. А, мам, я тут... Ага. А, я поняла. А, все. А, куриные, да? Можете сказать, что можно сейчас? Это у нас чаемоковый маль. Чаемоковый маль. Да. Почему? Вот, посмотрите. Да, вот, посмотрите. Пакет, да? Да. А, вот, все, маковой. Сейчас маковый творожник уже нарежу. Все, вот он у меня. Динокричку. Динокрички, поможем? Крышки есть? Да. Да. Надеюсь, я не заканчиваю. Динокрички. Там, маковой. А, лис. Да, да, да. Весь, вот, лис. Ага, да, да. Ага. Пакетики. Все, 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 все. Вы хотите вот здесь, есть пакеты? Да. Лучше, чтобы мы упаковывали, чтобы все. Нет, это будет пакет. Чтобы кого-то нет, у нас будет ровная. Кому нужно пакет. Порай, будешь пакетик. Вот, на. Да, это готовая наша начинка. Нет, это нестабильная, гомогенная. Она у нас одна такая. А еще, если мы с нами на голове. А здесь, в локе не нужно. А именно здесь у нас живой белок. А вот на втором, кстати, там, вверх и живой белок. Пакетики. Попробуйте, пожалуйста, берите по пакетам. Ох, как тяжело. Ох, как тяжело. Красиво. Да, смотрите. Первое, что вы делаете, это взбывает белок вот этой сухой. А, ну, где-то, где-то. А уже сирот, держите, прям, снизу. А, ну, где-то, где-то, где-то. А, ну, где-то, 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 где-то. А, ну, где-то, где-то, где-то. А вы здесь пакетики? Ну, какая заварная цвета. Да, 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 да. То есть вот масса получается. Да, я подробно. И вот где-то вы выберете белок. Вот она вас показывает. Вот как его пусы. Вот, в том пираминте. Вот, в том пирамином нужно. Это у вас уже пусы. Вы выберете белок. Потому что агар-агар у нас сначала начинает А потом выливается А потом выливается Ага, она выливается Легко, а не выливается Знаете, а из двух лет Да, потом остатка уже быстренько Пока у вас еще масле соклая Пока она у вас Работающаяся А вот когда я делаю обначенную милку Обычные милки здесь Я уже беру черный пирог И начинка Все вместе А уже пирог и наверняка нет Да, здесь вот так Значит куда хотите Можно сюда А вот что еще Так, так, маслом частей Маленькие Сложенные клички Рассказаны чем-то Это тоже самое Да Так Спасибо 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 Продолжение следует... Сейчас. Спасибо. 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 Спасибо.